Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сразу замечу, список ингредиентов и основные этапы готовки в конце ролика можно прочитать. Вот уже 9 лет, как мои младшие сыновья регулярно просят меня приготовить нарезные батоны. Самые обычные, хорошие нарезные батоны. 9 лет назад в Москве у метро планерной был рыночек, его чуть позже закрыли. На этом рыночке была одна палатка, в которую привозили батоны. Я не знаю, с какого хлебокомбината их привозили. Во всех соседних палатках рядом расположенных они были самые обычные. А в этой были именно такие, какие они должны быть на самом деле. То есть мягкие, воздушные, с легким таким молочным ароматом. Вот честно не понимаю, в чем сложность на хлебокомбинатах именно такие печь. Почему я сейчас приезжаю в Москву, не могу найти нормальных хороших батонов? Постоянно попадается какая-то порнография. Поэтому время от времени вы вынужден печь их сам. Если вы так же, как и мои сыновья, скучаете по таким батонам, повторяйте за мной и наслаждайтесь вкусом хорошего хлеба. Процесс не быстрый, но никаких особенных трудозатрат не предвидится. Правда, рассчитывайте, что придется проторчать в 7 часов дома. Мука, вода и дрожжи. И замешиваю опару. На средней скорости 4-5 минут. Вымешивать можно ручным миксером, можно руками, раз за что руками не 5 минут вымешивание займет, а 6-8. Готово. Видите, мука вся равномерно увлажнилась и опара еще довольно липкая. Теперь нужно дать время опаре на созревание. При комнатной температуре на это уйдет 4-4,5 часа. Каждые 30-40 минут нужно будет проводить обминку. Ничего сложного, чуть позже покажу. Естественно, накрыть опару, чтобы защитить от пересыхания. Ждем. Прошло 30 минут. Просто приминаю тесто и складываю пару раз. Видите, все уже в мелких пузырьках. То есть, дрожжи уже начали работать. Вот эта обминка нужна, чтобы выгнать из теста углекислый газ, который выделили дрожжи. Они-то в нем задыхаются. Все, оставляю до следующей обминки. Видите, что раз от разу опара все больше и больше успевает подняться. Это потому, что дрожжи развиваются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Опаре зреть еще примерно час. Мне нужно подготовиться к замесу теста. В данном случае вся подготовка сводится к заливке сухого молока водой. Ну и перемешать. Мне нужно, чтобы белок набух. Кто-то вот обязательно спросит, можно ли заменить сухое молоко мокрым. Нельзя. По рецепту опару нужно ставить исключительно на воде. А в тесто по этому же рецепту нужно добавить 22 грамма сухого молока. А в 100 граммах сухого молока содержится 8,5 грамм сухих веществ. То есть, чтобы добавить нам 22 грамма сухого молока в тесто, понадобится примерно 250 миллилитров воды. А по рецепту мы жидкости добавляем воды всего 150 миллилитров, 150 грамм. Так что используем сухое. И масло надо заранее вынуть из холодильника, чтобы оно успело размягчиться. Опара созрела. Отлично. Теперь готовим тесто на ней. Сюда отправляется масло, смесь сухого молока и воды, соль и сахар. Надо где-то минутку перемешать, чтобы соль и сахар успели раствориться. И затем уже добавлять муку. Для чего вообще затевать всю эту длительную историю с опарой? Дело в том, что просто смесь муки, соль, воды и дрожжей достаточно безвкусная и уж вовсе никакая не ароматная. А опара за время выбраживания, за время созревания приобретает такой яркий вкус и яркий аромат. И хлеб на опаре гораздо вкуснее, чем хлеб быстрой выпечки. Вернее, не быстрой выпечки, а быстрого брожения. Соль и сахар растворились, пора добавлять муку. А теперь тесто надо тщательно вымесить. Если на опару у меня ушло 5 минут, то время вымешивания теста займет вдвое больше, то есть 10. Так и считайте. То есть, если вы опару руками, скажем, вымешивали 6-8, то руками теста кладите все там 12-16 минут. И не ленитесь. Сначала тесто будет довольно липким, но к концу вымешивания эта липкость почти уйдет. Скорость вымешивания средняя. Все, готово. Оно все еще немного липкое, но не слишком. Оставляем его на выбраживание на 80-90 минут. За время выбраживания нужно провести две обминки. Одну в середине процесса, а вторую перед самой формовкой хлеба. Естественно, надо накрыть, чтобы тесто не пересыхало. Как видите, трудозатрат пока минимум. Даже если вы руками все вымешивали, считайте сами. 6 минут на вымешивание опары, потом на обминку в общей сложности 2 минуты, не больше. Ну, по 15 секунд на каждую. После этого 16 минут вымешивать руками тесто уже готовое. Итого вы потратили 26 минут. Ну, плюс 4 минуты еще уйдет потом на формование батонов. Полчаса ваших трудов. Полчаса. Правда, плюс 7 часов на ожидание между этими процессами. Прошло 40 минут. Вот так выглядит тесто. Админка. Смотрите, прошло всего полтора часа с тех пор, как я замесил тесто. И вот оно как поднялось. Сейчас огнинка. Ну, красота же. Теперь формовка. Тут все просто. Делим тесто на две части. Из количества указанного в рецепте 2 батона получается. А теперь формуем. Надо кусок расплющить и скатать поплотнее. Скатывать надо в натяг, вот прям, чтобы ощущалось натяжение под пальцами. Это позволяет натянуть нити глютенового каркаса. Тогда тесто лучше держит форму, легче держит углекислый газ, выделяемый дрожжами. В печь удобно сразу на бумаге для выпечки батона сажать, поэтому на бумагу и укладываю. Очень важно сейчас защитить поверхность от пересыхания, поэтому пару полотенец сверху. И никаких сквозняков на кухне. От сквозняков тесто на поверхности пересыхает, результат очень плохо подходит. И вы не получите тех батонов, ради которых все затевалось. Выпекать надо на камне, подойдет любой. Хоть керамическая плитка, оставшаяся у вас от ремонта. Греть, кстати, уже нужно прямо сейчас. Температура 215, нагрев верхний и нижний. Растойка батонов займет минут 50-70. Камень как раз успеет хорошо прогреться. Растойка тоже очень важна. За время формовки я весь углекислый газ из теста выдавил. И нужно дать время дрожжам поработать и заново поднять наши изделия. Смотрите, как батоны поднялись. Красота! Остается сделать надрезы. И можно отправлять в печь. На одной духовке немного воды. Выпекать надо с паром. Если у вас тены электрические внизу открыты или вообще газовая духовка, то можно стенки духовки из пульверизатора обрызгать. Время выпечки в зависимости от реальной температуры духовки 20-30 минут. Минут за 5 до окончания надо будет смазать батоны лизоном. Для него нужен один желток, щепотка сахара и чайная ложка воды. Отлично! Батоны начали зарумяниваться. Самое время смазать. Все! Еще минут 5-7 и батоны готовы. Но сразу их резать нельзя. Мякиш пока содержит слишком много влаги. Нужно дать им остыть до комнатной температуры. Но, может быть, чуть-чуть теплые пусть останутся. И вот тогда лишняя влага уйдет и мякиш станет абсолютно воздушным, пышным, таким нежным, как пух. Короче, сейчас все увидите. Смотрите, они остыли, сейчас чуть теплые. Видите, как пружинят? Вот, мягчайший, просто как пух. Нажимаешь, и все обратно тут же поднимается. Моментально просто. Просто чудо. Давай теперь посмотрим, как выглядит мякиш. Вот видите, да? Вот почему такие нельзя сейчас выпекать на хлебокомбинатах, не понимаю. Вот такие батоны и обожает мое семейство. Они воздушные, мягкие. Они такие сладко-молочные на запах. Такие классные, пушистые. Очень девочковый хлеб, на мой взгляд. Мне нравятся такие, знаете, более грубые, типа чабаты, чтобы корочка хрустела такая, чтобы мякиш был более такой упругий, плотный. Ну, или, по крайней мере, багеты, да? У тех тоже корочка прям хрустит, так откровенно. Это какой-то такой, знаете, как десертный хлеб. Но мои любят, почему бы их и не порадовать. Что касается вкуса, ну, я уже сказал. Очень ароматный, сладковато-молочный. Очень такой воздушный, пушистый. Такой сминается легко, как вата. Если вам такой нравится или вашим домашним, порадуйте. Почему-то, почему-то в магазине сейчас такого не купишь. Ну, по крайней мере, в Москве вот я сколько был. Приезжал летом, несколько лет подряд. Обошел все магазины в округе, там, на планерной. Везде вот смотрел, что за хлеб. Не то. Какой-то слишком плотный какой-то, как резиновый такой. Какой-то тяжелый. Все. Вот этот батон, этот батон весит 440 грамм после выпечки. Вот. А размерчик, видите, он здоровенный на такой батон. Вот. При этом он так вот весит. Короче, это классный рецепт. Долго ждать, но ваших трудозадат мы уже посчитали полчаса. Так что готовьте, если вам хочется такого хлеба. И наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова